Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую пиццу от Доминос. От красавчика Доминос. Я сначала хотела взять с ананасом пиццу, но потом передумала. Прям в последний момент передумала. Решила взять эту. Как она называлась? Не помню, в общем, как она называлась. Я коробку вот так вот разрезала, чтобы она нам с вами не мешалась туда-сюда. Здесь у нас ведро напитка Айсти. Из холодильника. Прям холодный, почти ледяной. И давайте приступим. Так, ждала я на улице. В принципе, вы во влоге все это увидите. То есть вы заказываете пиццу, и потом выходите на улицу и ждете уже на улице. Потому что вирусы, все дела, меры предосторожности, их тоже штрафуют. Их тоже можно понять. А здесь у нас, значит, кукуруза, сыр, колбаска, грибы. Я очень люблю пиццу с грибами. Моя лучшая подруга в универе, она как раз таки ненавидела грибы. И у нас всегда была проблема, когда мы заказывали пиццу. Она говорила, я хочу без грибов, а я хотела наоборот с грибами. Как вы думаете, какой выход из ситуации был? Каждый заказывал себя. Мне очень нравится в России... Можно купить кусочек пиццы. Здесь я нигде не видела, где можно купить просто вот такой вот один кусочек. Я не про супермаркет, а именно в ресторане. Можно взять, например, несколько кусочков с разными вкусами и прям кайфовать. Может, сейчас поменялось там что-то. Но когда я там была последний раз, там можно было купить один кусочек. И причем кусочек пиццы стоил значительно дороже, чем у нас. Но зато начинки было знаете сколько? Прям толстый такой кусок был. Вчера по магазинам ходила, ребята, девчонки, кто живет в Баку. Огромные скидки в магазинах до 70%. Я себе купила такой костюмчик. Не то, что костюмчик, это юбка и кофта. Посмотрите мой предыдущий влог. Там было такое элегантное платье красного цвета. Просто как мешок. Мне кажется, это безумно стильно. Мне настолько оно понравилось. Просто мне оно было велико, а маленького размера не было. Все купили. Просто люди, как знаете, как в фильмах, налетают на одежду. Во-первых, потому что долгое время магазины были закрыты. А во-вторых, такие скидки. Я зашла в магазин, в котором где-то 10 раздевалок. И всегда они были пустые. А в этот раз прям палец некуда поставить. Настолько много народу. Это даже немножко опасно в том плане, что можно заразиться вирусом. 5-10 человек в день одевают одну и ту же кофту, примеряют, смотрят. Я прям шла как на охоту. Причем одна. Обычно, когда я на такие шоппинге хожу, всегда свадьи. Либо шелли. Встретила соседку в лифте. Я сказала, что в магазине скидки. И она такая, можно посмотреть, что вы там купили? Мне настолько неудобно было в лифте показывать ей вещи, которые я купила в магазине. У нас съехали соседи и появились новые. С этими соседями мы хорошо общались. У них было два сына. Это была однокомнатная квартира, переделанная на двушку. В общем, 60 квадратов. Маленькая. У нас 105 квадратов. Мне кажется, у нас очень маленькая квартира. Мне некомфортно даже, да? Хотя мы живем втроем. Ну, в общем. То есть, я люблю, когда квартира большая, просторная, много места. У каждого есть свой уголочек. Например, у нас у бабушки своя комната. У меня своя комната. У мамы отдельная своя комната. У каждого свой балкон. То есть, все офигенно. Если трешка, по мне идеально, это 125 квадрат. 130 квадрат. Двушка 100 квадрат. Чтобы комнаты были просторные, огромные. В общем, потеряла мысль. Когда мы только познакомились с этой соседкой, точнее, мама вышла на улицу. Не то, что на улицу в подъезд. И она встретила нашу соседку. И первое, что она сказала. Ой, мы ваши новые соседи. Мама говорит, замечательно, приятно познакомиться. Меня зовут Гюля и так далее. И она такая сразу, сходу, так не знает человека абсолютно. И такая говорит. Вы знаете, это наше не первое жилье. У нас куча квартир. Мы просто купили эту квартиру, чтобы сдавать. Мама была шокирована от этой фразы. Во-первых, никто не интересовался твоими доходами. Сколько у тебя квартир. И что ты собираешься делать с этой квартирой. Меня очень раздражает, когда люди пытаются казаться теми, кем они не являются. Я уверена, что она врет. Человеку, у которого действительно несколько квартир, он не будет об этом кричать. Тем более, человеку, которого она видит в первый раз в жизни. У нас была такая одногруппница. Она всегда, например, купила кроссовки. И такая показывает. Ой, я купила новые кроссовки. Это оригинал. Не подумайте, я не ношу подделки. Приходила с ароматом паленым со спиру. И сразу, как только ты обращала внимание, что у нее со спиру, она говорила, это оригинал. Я его недавно купила за бешеные деньги. Я не знаю, сколько сейчас стоит со спиру. Но на тот момент и у нас он стоил что-то в районе 350 монат. Там 10 тысяч. В общем, я не люблю таких людей. И стараюсь ограждать себя от подобных экземпляров. Очень вкусная пицца. Не пожалела, что взяла Доминос. Потому что куча мест, где дешевле пицца. И многие говорят, что какая разница одно и то же. Бери там, где дешевле. Но мне все-таки больше нравится переплачивать, но покупать Доминос. Края потом съем обязательно. Просто я не взяла, куда можно макать. А так края сухие. В общем, больше всего в людях я оценю просто простоту. Умение располагать к себе. Мне больше всего зацепило вот это в моем парне. Он настолько простой. У него нету такого, знаете. Некоторые парни, ты начинаешь общаться и сразу начинают. Ой, у меня до тебя, знаешь, сколько девчонок было. Да, все бегали за мной. И все дела. У моего парня вообще такого нету. То есть я не хочу рассказывать вам его личную жизнь. Но он тупо говорит, как есть. Ему не стыдно, не стремно. Он не пытается быть лавеласом. И при всем при этом он очень уверенный в себе человек. Без вот этого вранья, без этого мишуры. А то это начинаешь общаться с человеком. Ой, до тебя полунивера за мной бегала. Но я всех отшил. Такие девочки были на крутых тачках. С супер офигенными фигурами. С татуировками. Но я всех отшил. Потому что мне понравилась ты. И впервые в жизни я решил построить серьезные отношения. И решил для этого выбрать тебя. Я на такую лапшу не ведусь, ребята. Еще меня очень сильно отталкивает и разочаровывает, когда, например, знакомишься с парнем. И первое, что он тебе говорит, я к тебе серьезен. Я хочу на тебе жениться. У нас будет вот такой вот дом. У тебя будет такое-то платье. Я такая, стоп, стоп, стоп. Мы еще толком не знакомы. О какой свадьбе идет речь? Меня очень отталкивает такое. Мне кажется, все должно быть постепенно. Потихонечку. Так интереснее. Так появляются чувства. Или мне не нравится, например, первое свидание он уже тебя берет за руку. Я люблю очень долго держать дистанцию. В противном случае я просто не смогу полюбить этого человека. Это было нечто. Я предлагаю начать кушать коробку. Потому что она пахнет пиццей. Нет, это была плохая идея. Давайте на этом остановимся. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я устраиваю очень часто опросы. Например, сегодня я устроила опрос насчет влога. Стоит ты снимать или нет. Всем желаю приятного аппетита. Удачного дня. Пока. Продолжение следует.